Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру и мы обратимся сейчас к 20 главе книги «Бытия». Здесь снова рассказывается о чрезвычайно странном поступке Авраама, когда он выдает Сару, свою жену, за сестру. И самому составителю, по-видимому, как-то не очень уютно с этим рассказом, поэтому это другая версия. Здесь дело происходит не в Египте, а между Кадесом и Суром. И вот другой, не фараон, другой царь Авимилех, но сюжет тот же самый. Вот Авраам говорит о Саре, своей жене, что она моя сестра. Заметьте, удивительным образом Аврааму в это время примерно 99, Саре примерно 90. И при этом рассказчик предполагает и говорит нам, что вот Авимилех, царь Герарский, взял Сару. Не состыковывается, потому что, конечно, всякое в жизни бывает, но в таком пожилом возрасте вряд ли она могла сильно заинтересоваться этого самого Авимилеха. Это вообще оказывается неважно, потому что не об этом рассказывает автор. Не об этом. И он позволяет себе такие нестыковки, казалось бы, шитые белыми нитками, которые простой литрет вполне бы выправил сразу. Ну, не обращается на это внимание, потому что не это важно. А важно, важен вот какой разговор о самом деле. Здесь, смотрите, в предыдущих главах говорилось о том, что есть вещи, которые Бог не терпит. Не терпит. Вот садомление, вот насилие, агрессия, жестокость и противоестественность. Огонь и сера. А как с другими вещами? Как вот здесь на самом деле, как будто бы в рамках Завета и в разговорах вокруг Завета автор пытается нащупать какие-то грани, пределы и понять что-то про отношение Бога к греху. Помните, Бог говорит Авраму, ходи предо мной, будь непорочен. Что это значит? Быть непорочным. Вот Авимелех, который взял Сарру, значит, там в гарем, ночью приходит к Авимелеху Бог во сне и говорит ему, ты умрешь за нее, потому что она замужем. Во-первых, Бога не обманешь, Бог знает, что она замужем. Во-вторых, он ему говорит, ты умрешь за нее, она замужем. А Авимелех не трогал ее. И он говорит, ну, неужели ты погубишь? Невинный народ, снова та самая формулировка. Неужели ты погубишь, как у Аврама, праведника с нечистим? Тот же самый вопрос. Может быть, не систематично автор это описывает или составитель составляет не очень подряд. Но вопрос тот же самый, неужели ты погубишь? Вот невиновный народ, невиновный, там, за прегрешение Авимелеха, который к тому же ни сном, ни духом совершенно не знает о том, что это замужняя женщина. Ну, действительно, кольца на ней нет, в паспорте печати тоже нет, и паспорта нет, и письма нанести нет, а если бы был паспорт, был бы каменный, высеченный, да, наканкнутый. Вот не знает он. Он говорит, неужели ты погубишь невинный народ сей и не знавшего сего? И он Богу объясняет, что вот там Аврам сказал, что он брак. «Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». Как сказать? Добросовестное заблуждение. Одно дело для автора – преднамеренный грех, преднамеренный, когда люди знают, что они творят, и все равно это творят с улюлюканьем, и оправдывая себя и так далее. И другое дело, когда человек ошибается и не знает, и, как здесь сказано, в простоте сердца и в чистоте рук. И Бог ему говорит, ну вот я тебя потому и предупреждаю, чтобы ты не вляпался, что я знаю, что ты сказал им Бог во сне, я знаю, что ты это сделал в простоте сердца и удержал тебя от греха предо мною, поэтому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Иди, отдаю мужу. Иди, отдаю мужу. Очень многие верующие, христиане, в первую очередь, ну или там, у нас меньше интересуют другие, христиане в первую очередь думают, что Бог, как камера на дороге, поджидает, когда ты ошибешься, чтобы это сфотографировать и выписать тебе штраф. И может быть даже смертельный. Безликая такая камера, бессердечная и бессмысленная. Нет. Нет. Автор рассказывает здесь читателю, и для него это важно донести до читателя, что Бог, который заключил завет с твоими отцами и еще будет заключать завет с Моисеем и так далее, это Бог, который не придурок с дубиной. Он на сердце человека смотрит, он не хочет подловить, например, Авимелеха, потому что можно ведь себе представить Бога, который говорит, а, посмотрим сейчас он там, что будет делать этот Авимелех, а потом мы его возьмем за зебры. Нет. Он вмешивается, чтобы предотвратить, защитить Авимелеха. И когда тот правду говорит, что я сделал это в простоте сердца и в чистоте рук, ну вот, лопухнулся. Не знал. Бог принимает это оправдание. Бог принимает это оправдание. Он не формалист, который смотрит на внешность, а он смотрит на то, что в человеческом сердце. Заметьте тоже, что там, ну хорошо, ладно, если бы даже она на самом деле была бы сестра Авраама, и было бы ей не 90, а 17. Ну, с точки зрения, скажем так, вот второй половины Библии тоже не очень-то красиво было бы со стороны Авимелеха тащить девушку в гарем, там, колым не заплатив и все такое прочее. Но здесь этого еще нет. Это очень архаичный рассказ. Поэтому тут, ну как бы, ладно, красивая девушка, он на нее позарился. Это считается нормальным. Не обсуждается, хорошо это или нет. Авимелех говорит Богу, вот не знал. И Господь ему говорит, возврати жену мужу, ибо он, пророк, помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то немедленно умрешь. Ты и все твои. Ну, и Авимелех, в отличие от других аналогичных, так сказать, персонажей, утром встает, идет к Аврам, говорит, ты вообще зачем меня так подставил? Ты что? Что? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? И это справедливый упрек, потому что, ну, автор и составитель, конечно, здесь говорят о Боге, который относится к ошибкам или потенциальным грехам человека, например, Авимелеха определенным образом. Ну, Аврам-то в этой ситуации, мягко говоря, сильно неправ. И вот ты сделал со мной дела, которых не делают. Ну, и дальше, как и в аналогичном рассказе про египетскую историю, про фараона, Аврам говорит, что, ну, вот, я думал, что нет на этом месте страха Божьего, нет на этом месте страха Божьего. То есть он думал, что Авимелех такой же, как Содом, Лене, а нет. Вот это очень тоже важная вещь, оказывается, что страх Божий есть, и значит, есть возможность уйти от этого греха, он уже не будет неизбежным, и Бог по-другому будет к этому относиться. Вот, на самом деле, тоже о чем разговор в этой самой главе. И дальше Авимелех там дает тысячу сиклей серебра и отдается Аврааму Сару и говорит, живи где тебе угодно, и помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха. Оказывается, в последнем стихе, что заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову. Ну, хорошо, вот, исцелил Авимелеха и стали рожать в доме его. Вот такой вот удивительный, на самом деле, рассказ. Еще раз повторю, о том, как Бог относится к искренним заблуждениям, к человеческим ошибкам, к той иерархии правил, если хотите, которые актуальны для человека. Потому что, посмотрите, в рамках Синайского завета, уж тем более в рамках Нового завета, уволочь девушку в свой гарем – грех. Ну, здесь это не так, и не на это смотрит Бог, а на то, хотел он совершить что-то плохое, и готов ли он отказаться от потенциального греха. И Бог смотрит на брак Авраама и Сары как некоторую реальность, которая вне зависимости от обстоятельств существует. И вот, когда Авимелех говорит «в простоте сердца и в чистоте рук, собирался это сделать, но теперь не буду, раз ты мне сказал». Ситуация оказывается исправленной. Продолжение следует...